МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я у неё! Я в больнице бываю, я не могу! Ленька! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ай, мамочка! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Девушка, вам плохо? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Может, врача позвать? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Слушайте, у вас же жар, давайте я вызову скорую помощь. Вы же замёрзнете? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Может, вам некуда пойти, отвалить с вашим чёртовым сочувствием? Ой! Ой! Наблохо? Сердце пропадет. Скоро? Ой! Сто шестьдесят на сто десять. Есть лекарства? Да, в шкафу. Здесь? Угу. Может, врача вызвать? Вы что, меня разыграли? Главное, вы поверили. Значит, я ещё кое-что могу. На самом деле, я гипертоник. Хотя, в данном случае, сознаюсь бы, факт актёрства. Меня зовут Алла Сергеевна. Конечно, это очень романтично, спать на скобейке. Но последствия могут быть очень прозаическими. Я вам не собачка, чтобы меня подкармливать и согревать. Сама справлюсь. Спасибо. КОНЕЦ 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 Родные у вас есть? Это обязательно? Лезть в мою жизнь? Это не праздное любопытство. Может быть, я могу чем-то помочь? Можете тысячи тридцать. Это неправильно давать деньги. Могу помочь с работой. Пожалуйста. Спасибо. Вы так ловко давление поверили с лекарствами, разобрались. Здесь есть одно агентство, оно помогает больным и пожилым людям. Ко мне оттуда девушка ходила, делала уколы. Вот. Им все время нужны люди. Мне это не подходит. Вы что, думаете, что я не могу заработать деньги? Я за месяц получала больше, чем ваша сиделка получает за год. Я не сомневаюсь, что зарабатывать вы научились, но с людьми разговаривать у вас пока еще не очень получается. Ну, конечно. Как вы, в добренькую не играю. Ведь совершенно понятно, зачем вы подошли. Скучно вам? Развлекаетесь. Чувствуете себя добродеткой. Вера! А куда вы на ночь глядете? Я еще с мокрой головой. Вставайтесь. Я вам наверху постелю. Я? А? Я? Я? Здорово! Отпусти меня! Держи, Евгений! Ноги держи! Держу, держу! Конечно, здорово. Если больше сделаем, будешь еще здоровее. Алла Сергеевна. Алла Сергеевна, извините. Доброе утро, Вера. Доброе утро. Я тут завтрак приготовила. Судя по запасам, вы любите рисовую кашу? Верно. Вот. Знаешь, не ожидала. Я там... Ваши деньги положила. Спасибо, конечно, но я не возьму. И извините, пожалуйста, я вчера наговорила всякого. Вы меня удивили, честно. Вы очень добрая, Вера. Я это сразу почувствовал. Просто вам сейчас тяжело. И еще вы вчера говорили про агентство. Вкусно. Я тут подумала. Я решила попробовать. Добрый день. Агентство сочувствия. Да. Да, оказываю. А сколько ей лет? Ага. А диагноз какой? Да, тысячи рублей в день. Привет. Да, диктуйте. Он занят. У него собеседование. Воробьева Вера Сергеевна. Высшее экономическое образование. Интересно. Скажите, а почему вы решили променять высокоплачиваемую работу в банке на уход за больными людьми? Зарплата у нас, прямо скажем, не актив. Знаю. Решила сменить профессию. Нужна работа. Хорошо. Я возьму вас. Только мне нужен аванс. Не раньше, чем вы пройдете испытательный срок. Вот ваш первый клиент. Громов Антон, 33 года. Представляете, клиент мой на меня заяву накатал. Да ладно. Ну, главное, поцеловались мы всего один раз. Он парень взрослый. И правильно накатал. Вообще у нас в инструкции написано, не служить чувства, важнее инструкции. В свободе. Здрасте. Ну что? Как? Собеседование. Что сказал? Ну, перезвоним? Нет, сказал, можете приступать. А, тогда давайте знакомиться. Я Галя, это Альбина, это Мила, наш координатор. Очень приятно. А вы простите? Я Вера, извините, мне надо идти. Нормально. С характером, девочка. Маленький, я не могу помочь. Как я понимаю, вас интересуют юбилитетные карты. Правильно? Да. Вот смотрите. Помните документы? Здравствуйте. Добрый день. Чем могу помочь? Я потеряла карту, хочу установить. Так, тогда заполняем заявление об утере и тут же о перевыпуске. А пока я хочу снять деньги с корчета. Всю сумму, пожалуйста. Вера Сергеевна, извините, я вас сразу не узнала. Разрешите сообщу начальнице этих... Нет, не надо. У меня не так много времени. Да, конечно, сейчас. А вы знаете, на вашем счете нет средств. Как нет? Вы блокировали карту, когда произошла утеря? Нет. Тогда посмотрим последнюю операцию. Неделю назад с вашего счета были сняты деньги в отделении на Кутузовском. Неделю назад я не могла там быть. Значит, кто-то воспользовался вашей картой и надо составлять претензии. Вера, ты? Господи, что с тобой? Ты в порядке? Долго рассказывать, у меня не очень много времени. Я хотела тебя попросить, ты не могла бы вернуть мне долг. Вера, у меня сейчас нет таких денег. Так я... Мы же на полгода вроде договаривались. Я машину купила и... Я понимаю, но не все сколько можешь. Ну... Ну, хорошо. Давай после работы сегодня, ладно? Ну, давай. На этом самом месте. Только не говори никому, ладно? Хорошо, я же ведь могила. Хочешь, угадай, в чем ты? Антон, не сейчас. Я опоздаю. На тебе зеленое платье. Что, угадал? А какие у меня сережки? Ну, тут могут быть только те две замечательные птички, которые я привез тебе из Севастополя. Ты плачешь? Антон, прости. Я... Я... Все, 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 все. Не нужно никуда ехать. Забудь про работу. Без тебя ничего не остановится. Нужно думать о нас. И на что мы будем жить? На твое пособие? Антон, не начинай. Одно лечение. Ну, к черту лечение. Ходит. К черту. Все, все, все. Опять? Это, наверное, сиделка. Кто? Здрасте. Проходите. Здрасте. Мне никто не нужен. Уходите. Оставьте меня в покое. Проходите. Антон. Я сказал, пусть она уйдет. Он что-то как маленький. Мне так будет спокойнее, пойми. Смотрите. Это сульфацилин натрия, это не то. Вот этим раствором промывают глаза каждые три часа. Яркий свет не включать. Что еще? Продукты есть, только никаких специй. Ему нельзя. Хорошо? А, да, вот еще что. Там лежат его технические журналы. Если он захочет, почитайте им, пожалуйста. Он не захочет. Он не захочет. Ну ладно, смотрите сколько угодно. Бесплатная же цирка. Слепых показывают. Прекратите, пожалуйста. Куда это вы? Укажу. Не имеете права. Вам заплачено за весь день. Так что сейчас возьмете и закапаете мне в глаза. Слушайте, вы думаете, не доставляет большого удовольствия? Не думаю. Но спасибо за честность. С тех пор, как я ослеп, все вокруг только и делают, что в руку нет. Я Антон. Вера. Не бойтесь, я все равно ничего не чувствую. Ну а теперь, что бы нам такое предпринять? Я могу почитать. Зачем? Вы же не хотите. Это входит в мои обязанности. Вера, а вы всегда делаете только то, что обязаны? Могу не читать. Слушайте, а вы мне нравитесь, Вера. Я сейчас. Вера. Вам почитать? Что с Вами? Что с Вами? Все в порядке? Вы уверены? Журнал, окажется, там. Здесь есть технический прогресс, война и мир будущего. Популярная механика, оружие вне закона. Тут письмо. Письмо. Письмо? От кого? Государственная противопожарная служба. Стоит вручение. Хотят вручить Вам медаль за отвагу на пожаре. Торжественное вручение состоится завтра. Цирк. Вы не пойдете? Ну почему пойду? Не пропускать же такое шоу. Алло? Лена? Это ты? Лена, ответь. Ты очень нужна. Мне и маме. – Привет. – Здрасьте. Здрасьте. Извини, немножечко задержали. Вот. Я принесла здесь восемьдесят тысяч. Спасибо. Точно, выручила. Вер, ты так внезапно исчезла. Мы потом только узнали про клинику. Ты где теперь? Вернешься к себе? Нет. Свои ключи я потеряла, а с Игорем встречаться не хочу. Попробую пожить у сестры. Хочешь, я возьму ключи? Нет. Я не хочу возвращаться на эту квартиру. У меня к тебе просьба. Забери, пожалуйста, оттуда мои вещи. Да, конечно. Вер, ты сейчас будешь ругаться, но… Здравствуй, Вера. Нам надо поговорить. Не прикасайся ко мне. Вера, послушай. Давай просто поговорим. Вера, ну так никто не поступает. Я знаю, как у тебя поступают. Что? Выслужилось? Жди повышения, он это любит. Леночка. Леночка, ты откуда? Тебя ж здесь все потеряли. Ой, как ты изменилась. Прям на себя не похожа. У тебя все в порядке? Ой, здесь сколько полиции было. Мы же думали, что криминал какой-то. Что стряслось-то? Все в порядке. Просто дела были срочные. Ага, ага. А чего панику такую навели? А я откуда-то знаю. Ясно. А я тут ключи потеряла. Ну? И чего ты мне не звонишь? Ты что, забыла, что ты мне запасной оставляла? Я сейчас. Убираю. Конечно, не желаю. Не слышу. Боя, что ты мне звонишь? Мне не нужно. Убираю. Она не merits. Убираю несчастность. Нюхориев. Убираю. Убираю. К FY20. Ух ты! Бабушкин кулон? Дай-ка померить. Лен, мама же мне обещала. Ну, я просто попробую, как смотрится. Девочки, уже опаздываем. Институт, ни школа, никто ждать не будет. Дипломы вручат без вас. Леночка, как тебе идет бабушкин кулон? Мам, ты же мне обещала. Ну, посмотри, Леночке он идет больше. Ну, что у нас, мало там украшений. Найди себе что-нибудь. Ну, и потом. У тебя красный диплом. Тебе мало. Быстрее, быстрее, быстрее. Субтитры создавал DimaTorzok В самых сложных ситуациях он был в числе первых, кто шел на борьбу с огнем. Антон получил ожог третьей степени и потерял зрение. Но успел вынести из огня своего товарища, Леонида Хохлова. И сегодня мы вручаем ему почетную награду. Медаль за отвагу на пожаре. Поздравляю. Поздравляю. Тихо, да здесь я. Привет. Ребята боялись, что ты вообще больше к нам не придешь. Здравствуйте. Рад тебя видеть. Рад видеть, говоришь. Ну, а что нас не кажешь, а? Ну, ты же знаешь, я... Да что, знаю. Я знаю, поехали ко мне, посидим, выпьем. Нет. Нет. Верочка, как вы считаете, вебка относится к острым блюдам? Поехали, Настя будет рада. Ах, я когда жар почувствовал, подумал, все хана мне. Мне тогда показалось, что ты попал вместе со мной. А когда увидел, что тебя не задело, ты как-то так в силу проявляешься. Да, скрытый резерв. Да, да, да. Я-то сразу вырубился. Как знаешь, свет выкручили и ничего не помню. Очнулся в скорой. Смотрю, ты рядом лежишь. Что, сами изготовили? Да, а что? Ничего, так пахнет. Попробуем. Все, я сальца. Давай, наливай. Как это? Настя, а у нас тут праздник. Встреча старых друзей. Ну, почему бы мне не сказала? Я бы купила чуть-чуть. Да у нас еще есть еще вот тут. Привет. Вера Сварганила, что-то съедобное. Серьезно, я пошел. Да ты чего? Да пора, Толя, Серьезно. Столько не виделись. Через два дня у меня днём рождения, ты ж помнишь? А, я пошел. Погудим, да? Жду к себе. Да это будет не то слово, давай. Я пойду, провожу. Я тоже пойду. До свидания. На сегодня я свой рабочий день закончила. Слушай, она прополтается, надо ей денег дать. Подожди, я разберусь. Вера, подождите. До завтра. Подождите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доброе утро. А я вам купила новое журнал радиотехнический. Здесь объявлен конкурс «Умный дом». Даже премия денежная полагается. Любые идеи для дома, необычные приборы, приспособления. Слушайте, есть одна идейка забавная. Давно с ней ходил. Нужен электрический чайник. Детали кое-какие-то купить. Диктуйте свои детали. Только я ни черта в этом не понимаю. Поэтому каждое название говорить я разборчива. Как это у вас так ловко получается? Когда точно знаешь, что хочешь, получается легко. Ну, я, пожалуй, пойду. Угу. Там еда на плите. Передайте, пожалуйста, Насте. Да-да, обязательно передам. До свидания, Вера. Привет. Ты просила вещи привезти, а вот собрала, мне кажется, самое необходимое. Спасибо. Вера, ты прости меня, пожалуйста. Я по поводу Игоря. Я правда, я хотела как лучше. Даша, я не хочу об этом говорить. Вера, ну, извини, я честное слово, я... Ленка пропала. Как пропала? Я беременна была. В тот день, когда пропала Ленка, у меня случился выкидыш. Ну, понятно, я ни с кем не могла разговаривать. А Ленка как раз звонила, ей нужна была помощь, что-то случилось. А потом все. Ни следов, ни записок, ничего. Телефон ее не отвечает. А Игорь знал про... Сама виновата. Нечего было связываться с женатым. Понятно. Послушай, а как ты попала в клинику? На работе толком никто ничего не говорит. У тебя срыв был? Даша, я здорова. Меня увезли туда насильно. Пока я пыталась убедить полицейских, что с Ленкой явно что-то случилось, приехали врачи. Я не знаю, кто их вызвал и кто им сказал, что со мной не все в порядке. Ну, а как они? Они что, Эмильная, это право? Ну, об этом я и кричала. Они... Они связали меня, сделали укол. Проснулась я уже в клинике. В закрытой палате. Потом начался ад. Каждый день приходили санитары. Делали уколы. Пичкали таблетками. Ну, а потом что, просто отпустили? Я сбежала. Ну, то есть, мне помогли. И я до сих пор не знаю, кто. Вера, я на кухне. Сработало. Лучший подарок пожарному. Кажется, пора отправлять вашу работу на конкурс. Ну, вся эта ерунда. Вся эти идеи, конкурсы. Нужно просто жить. Жить. Пойдемте гулять вверх. Чего-то я заработался. Люблю Съезжий Мороз. Уверен, что сейчас светит яркое солнце. Угадали. Глаза режет. Ничего себе. Нам в том кафе мама всегда сладкую вату покупала. Посидите на ловочке. Хорошо. Я быстро. Вера! Все в порядке? Не ушиблись? Кажется, нет. Слушайте, он словно хотел сбить вас. Надеюсь, у вас нет врагов? Таких вроде не помню. Вера. Верси, вы что, видите? Варьбодка сегодня класс. Да стойте вы, Вера! Это подло! Подло! Нет, вы меня выслушаете. Трогайте меня, я не буду вас слушать. И работать вас не буду. Что? Боитесь, что я всем расскажу? Да ничего, я уже не боюсь. Отбоялся. В общем, врачи говорили, что так может случиться. Я им не верил. А месяц назад утром проснулся, чувствую, темнота какая-то другая. Потом, когда стал силуэты различать, думал, дурак, выйду на улицу, жену любимую встречу, обрадую. Вышел из квартиры, смотрю, стоят у окна двое, обнимаются. Вот так я потерял жену и друга, разум. А вы, Вера, знали, да, что они? Знали? Врать вы не умеете, а говорить не хотите. А вы почему молчите? Почему не скажете им, что все знаете? Время еще не пришло. Ну, думаю, сиделка вам больше не нужна. Вера, я не могу так больше. Нужно идти на день рождения к Лене, а это выше моих сил. Настя, я считаю, вы должны кое-что знать. Вы не понимаете. В тот день, когда они вместе отправились на вызов, я должна была поговорить с Антоном. Я должна была ему все рассказать. Я так готовилась. А потом мне позвонили из больницы, понимаете? Ну, как я могла оставить его в таком состоянии? Я думала, вы будете с ней. Нет, я должна быть с Антоном. Но и без Лени я не могу. Я попыталась. А теперь еще оказалось, что я, что у меня будет ребенок. в том, что я не знаю, кто его отец. Вера, ну, помогите мне. Пойдемте с нами на день рождения к Лене. Я не выдержу ее. Лучше сказать правду. Завтра я все скажу. Хорошо, я приду, но позже. Поговорите, куда. Ну, что же мы сидим, как неродные? Мне на похоронах все-таки день рождения. Может, тост? Давай. Ребятки, вы, наверное, празднуете без меня. Антош, я потом за тобой заеду. Фу, вот тебе раз. Не, так не пойдет. Лень, ты как именинник, скажи свое веское слово. Что ты устраиваешь? Я не могу ему в глаза смотреть, понимаешь? Ну, не смотрю же, ну ты не смотришь. Ты обалдела, что ли? Ребята, ну где вы там? Лень, ну прости. Прости, прости. Ну, все, раздай-то. Ну, предлагаю оригинальный тост. Ну, давай. За дружбу и за любовь. Горелый пахнет? Да, у нас тут. Да, еще бы не пахло. Всю проводку спалили. Ну, сколько раз вам говорить, не покупайте вы эти китайские чайники. Самые дешевые, самые опасные. Их только хорошо при поджогах использовать. Как это при поджогах? Да как? Да очень просто. Корпус нагревается, реле замыкает. Ну, и все. Конец проводки. Да вам любой пожарный об этом скажет. КОНЕЦ Две новости. Лера, вы как здесь? Бесполезно, они не успеют. Я все рассчитал. Пожарные? Срочно, поселок Подлески, Суворова, 12. Горит дом. Отравится угарным газом и все. Знаете, как у нас говорят? Бойся дыма, не огня. Как же вы? Настя беременна. Лера! Лера, стой! Стой! Стой здесь! Я за Ленин. Открывай оборота! Открывай оборота! Давай, давай. Все. Раскатываем рукава! Быстрее! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Антон, я так рада, что ты видишь. Ложись. Я должна тебе все объяснить, я... Знаешь? Не надо. Думай, малыши, это сейчас важнее всего. Никто никому ничего не должен объяснять. Жизнь сама все объяснила. За нас. Прости меня. Продолжение следует... Ты что, видишь, что ли? Давай, давай, бей. Я все равно тебе ее не отдам. Береги ее. Понял? Ну что? Отравление не сильное. Насте ребенку ничто не угрожает. Этот тоже не пострадал. Слава Богу. Спасибо тебе. Если бы не ты, я... Я бы этого не пережил. Я хотел, чтобы ты знала. Я их отпустил. Я смог это сделать благодаря тебе. Отчаянник можешь сдать в полицию. Я готов понести наказание. Какой отчаянник? Обычное замыкание. Бывает. Спасибо за все. Эти таблетки я тогда стащила у вас. Простите, Вера. Вера, вы здесь? Я вас прощаю. Спасибо за прекрасные цветы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ что ваша сестра неделю назад сбежала из психиатрической клиники. Вам, кстати, не заходило? Нет, но я бы сообщила. Ну да, конечно. Это вы молодец. Это вы хорошо. Это вы правильно. Вот. Ну, сами понимаете, работа у нас такая. Раз сигнал поступил, мы должны, так сказать, отработать. Так если она появится, я вам обязательно сообщу. Вот вам моя визитка. Кстати, а вам разве не звонили из психиатрической клиники? Так я вернулась пару дней назад. Отдыхала. А, с приездом, с отдыхом. Вот вам моя визитка. Так что теперь вы предупреждены. Если вдруг сестра объявится или как-то даст о себе знать, вы нам непременно, тотчас звоните. Хорошо? До свидания. Счастливо остаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чудеса. Слепые прозревают. Да, Вера, я боюсь, вас скоро на части начнут рвать. Мой испытательный срок окончен? Конечно. Можете идти оформляться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я-то Васильич сказал, для меня заказ есть. Даш два. Первая заявочка старушка, ей надо продукт носить раз в три дня. Я, как узнала, что ты у нас работаешь, просила именно тебя. Знакомая? Вторая заявка тут поступила. Семьдесят семь лет, вшемическая болезнь сердца, сразу после болезни. Вера, а ты, правда, раньше в банке работала? Работала, больше не работаю. А что там, хуже? Здесь интересно. Настя, это Иван. Ну, Иван. Забыла. Ну, да. Давно это было. Я хотел тебе сказать. Вам кого? Это Вера, сиделка из агентства сочувствия. Агентство? Доброе. Так вы же нам заявку оставляли. Вот. А-а-а. Да-да. Проходите. С чего начнем? Я думаю, лучше всего с процедур. Это сейчас самое важное. Где у вас ванна? Начните с уборки. Тут, видите ли, пыль веков накопилась. Хорошо. У вас есть швабра, тряпки? Там, слева, в коридоре. Мне с этой комнаты начать? Да, пожалуй. Может быть, вы приляжете, пока я делаю уборку? Да нет. Я, знаете, я вот здесь вот посижу. Можете у вас вопросы, какие возникнут? Можно? Да. Мы по этому учебнику политологию изучали. Классика. А где вы учились? Финансовой академии. А-а-а. Это учебное заведение мне знакомо. Я там преподавал политологию. Да вы что? Я как-то чуть ли экзамен не завалила. Я еще думала, этот, как его, Левинский, точно. Сто лет как умер, а мы до сих пор мучаемся. Да нет. Слава тебе, Господи, жив пока. Это вы? Ну да. Извините. Я не знала. Да ничего. Мне даже лестно. Вы же меня к классикам причислили. У меня тут вот накопились квитанции. Сделайте одолжение. Когда пойдете за продуктами в магазин, заскочите в сберкассу. Своим доверяете? Своим доверяю. Я на минуточку. Я только продукты занесла. Ну, это как-то на минуточку. Знаете, я одна не осилю этот торт. Если вы будете спорить, у меня опять поднимется давление. Чужие проблемы отвлекают от собственных. Я просто поняла, что должна быть там. Я решила так. Если у этих людей будет все хорошо, значит, у меня наладится. Вы начали обретать веру. Может быть. Скажите, а эти таблетки вы их давно принимаете? Я не хочу об этом говорить. Нет, нет. Как считаете, нужно? У меня сестра пропала. Как? У меня столько всего навалилось. Я была беременна, попала в больницу, случился выкидыш. Именно в эту ночь звонила Лена, это сестра моя. Но, понятно, я не могла ответить. На следующее утро я поехала к ней, но ее там уже не было. Мне плохо было. Спать не могла. А если засыпала на пару часов, мучили жуткие сны. Ой, бедная девочка. Вадим Иванович? Добрый день, это Алла Сергеевна. Вадим Иванович, у меня для вас одна пациентка, очень славная девушка. А, завтра пять. Ой, спасибо огромное, друг. Все в порядке. Я договорилась с врачом. Вера! Ушла. Ушла. Да, я слушаю. Алло, мамочка. Привет, это я, Вера. Я не могла тебе дозвониться. Ты нашла Лену? Ты нашла свою сестру? Нет, пока не... Простите, могу я поговорить с Анастасией Забелиной? Ты, Настя, это Иван. Да, Иван, ты ведь меня помнишь? Ты училась на четвертом курсе, а я вел у вас семинары. Ну, да, понимаю, конечно, это было давно. Я звоню, потому что я давно хотел сказать тебе, и сегодня я хочу только одного, чтобы ты простила меня. Так телефон же не работает. Ой, извините, я же только что за квитанции заплатил. Вы, наверное, решили, что я еще и сумасшедший. Нет, но если вам надо позвонить, я могу дать свой мобильный. Хотите? Не надо. Я не буду звонить. Передумал. Оставьте меня одного. Оставьте меня, выйдите! Я выхожу, вы только не кричите, пожалуйста. Спасибо. Вы, конечно, можете возмущаться, но я должна сказать, вы многое сделали в жизни, ваши книги читают тысячи студентов, и ваше имя останется в науке. но сегодня вы один. Если у вас есть кто-то, кому вы можете позвонить, сделайте это, не раздумывая. Все. Я давно не видел этого человека. Телефон, скорее всего, старый. Я тогда преподавал, готовил докторскую. Должен был стать молодым доктором наук. Настя Забильна была моей студенткой. Ну, и вот у нас с ней так получилось. А потом она позвонила, сказала, что ждет ребенка. А вы? Я тогда только в партию вступил. А тут связь со студенткой могли не допустить к защите. Времена были такие. Вся карьера коту под хвост. Ну, да. Оправдания всегда найдутся. Сказал, решил, что это не мой ребенок. Вы зачем мне все это рассказываете? Чтобы я вам посочувствовала? Времена другие. Времена всегда одинаковые. Подлецы тоже. Она родила? Да, кажется, девочку. И вы с тех пор с ней не виделись? Нет. Вот всю жизнь храню ее телефон. Думал, может, когда-нибудь дочку увижу. Звоните. Звоните прямо сейчас. Зачем я им теперь нужен? Все надо вовремя делать. Важно делать, а не слова красивые искать. Я каждый день звоню человеку, который говорить со мной не хочет. И я все равно буду это делать. Простите, Вера. Вот тот, кому вы звоните, кто он? Моя мама. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна. Добрый вечер. Капитан Кверцов. УВД беговой. Здравствуйте. А в чем дело? Мы же договорились, что я с вами свяжусь. Да, но вы не сообщили нам, что вы с сестрой-близнецей. Можно увидеть, ваше москорство? Да, конечно. У меня его с собой нет. Бухгалтера должна была снять на работе копии для клиентов. Завтра он будет у меня на руках. Вам придется проехать с нами. До утра. Слушайте, ну это ж глупо. Вы что, предлагаете мне провести всю ночь в обезьяннике? Елена Сергеевна, давайте не будем пререкаться, открывайте двери и поедем. Добрый вечер. А можно поинтересоваться, что здесь происходит? Так, гражданин, видите, куда шли? Леша, проводите человека. Работа здесь происходит. Так и я на работе. Я журналист, газета «Закон и порядок». Что-нибудь вам говори? Леша, посмотри. Мы увозим гражданку для выяснения личности. Ее сестра-близнец недавно сбежала из психиатрической клиники. За отсутствием паспорта мы не можем установить, кто есть кто. Поедемте, Елена Сергеевна. Из-за этого вы собираетесь держать девушку всю ночь в обезьяннике? Нет, в пятизвездочной гостинице. Елена Сергеевна, поедемте, открывайте дверь. Простите, вы из какого отделения? УВД «Беговой». А, полковника Серегина, Владислава Петровича, я прекрасно знаю. Не думаю, что его обрадует ночной звонок. И поверьте, если вы проверите наличие паспорта у девушки завтра, он будет не против. Елена Сергеевна, завтра, Елена Сергеевна, мы увидим ваш паспорт? Конечно. Счастливо оставаться. Поедем. Спасибо. Бросьте. Просто я умею с ними общаться. Час я сталкиваюсь по работе. Меня зовут Кирилл. Лена. Лена? И что же случилось с вашей сестрой, Лена? Она сбежала из клиники, у нее был нервный срыв, я точно не знаю, мы с ней были не близки. У меня есть опыт и связи в органах. Если вам понадобится моя помощь, звоните. Не стесняйтесь. Да, спасибо, я подумаю. Вера, подойдите сюда. подойдите сюда. Здрасте. Здрасте. Проходите, садитесь. Пока вас не было, я думал, вот на этой странице сверху ее телефон. Пожалуйста. Гудит. Вы сами. Анастасия Изабелина. Алло. Здравствуйте. Могу я поговорить с Анастасией Изабелиной? Ну что? Умерла. Пять лет назад. Привет. Привет. Юра, ты чего? Все в порядке. Клиент загонял с уборкой? Он сегодня узнал, что единственный близкий мульт человек умер. Захотел побыть один, теперь не знаю, как к нему идти. Слушай, это не двое дело. Занимайся своей работой. А потом ты ему все равно ничем не поможешь. Самое обидное ничем не помочь. Лучше не продукты принести. Ну, что-то я могу сделать. Что? Слушайте, кто-нибудь знает, как можно узнать адрес по номеру телефона? Интернет? Справочная. Линдей. Здравствуйте. Я Вера Сиделка из агентства сочувствия. Мне нужно поговорить с вашей мамой. Привет. Мамы пока нет, но я предлагаю ее подождать. Нет, спасибо. До свидания. Девушка, подождите. Вера, правильно? Я Степан. Может, я смогу вам чем-то помочь? Передайте, пожалуйста, вашей маме, что ее отец Иван Григорьевич Левинский очень болен. До свидания. Девушка, подождите. Куда это мы приехали? В этом доме на четвертом этаже в шестнадцатой квартире раньше жила Анастасия Забелина. А теперь живет ваша дочь. Это жестоко. От нас с сестрой отец ушел, когда мне было семь лет. С тех пор я его не видела. Так я до сих пор жду, когда он придет. Дальше я пойду один. Какая квартира? Шестнадцать. Я вас здесь подожду. Будет лучше, если я сегодня останусь один. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я должен был прийти давно. Но лучше поздно, чем никогда. Да. Вы кто? Я твой отец. Алло, я вас слушаю. Алло, это кто? Говорите. Алло, Лен, это ты? Ответь, пожалуйста. Лен, не молчи. Я не молчу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Кирилл? Кирилл, здравствуйте. Это вас беспокоит Лена Воробьева. Вы меня помните? Да, конечно. Раздвиговались. Я опоздал. Прошу прощения. Я выпила немножко коньяку. Это для храбрости. Даже так? Вы меня заинтриговали. Вы тогда сказали, что можете помочь в поисках сестры? Не только могу, хочу. Но согласен на использование материала, естественно. Я согласна. Но есть одно условие. Какое? Я вам полностью доверяюсь. Я надеюсь, вы мне поможете искать нужную мою сестру, но не ту, которая сбежала из клиники. В смысле? Я не Лена, я Вера. Это я сбежала из клиники. Как? Значит, так вот почему у вас не было паспорта. Да, я тогда чуть ли не попалась. Сюжет. И где же ваша сестра, Лена? Для этого я вас сюда и позвала. Вы мне поможете? История становится в два раза интереснее. Помогу, конечно, помогу. С завтрашнего дня начинаем. А сегодня я, пожалуй, тоже выпью. Здрасте. А вы кто? Здравствуйте. Я сиделка. А вы, простите, кто? А я дочь Ивана Григорьевича. Лариса. Значит, вы все-таки пришли? Ага. Ну что ж. Родной отец все-таки что ни говорите. Проходите. Сейчас. Верочка, может, не знаю, как вас благодарить. Такая радость под конец жизни. Теперь вам не придется обо мне заботиться. Вот Ларочка будет за мной присматривать. Я очень рада. Но, может быть, я вам все подробно расскажу, Ларис? Ага. Сейчас. Так, Ивану Григорьевичу нельзя жирного, жареного, соленого. Ну, это понятно. Таблетки. Утро, день и вот красненький вечер. Запишите? Ага. Ну, разберемся, я думаю. Разберемся. Хорошо, что вы его простили. Я бы, наверное, не смогла. Не чужой все-таки. Всего доброго. Пока, Вероня. Не волнуйся. Пока, Вероня. Чай. Спасибо, Ларочка. Возьми стул, садись. Ага. Ты, наверное, и так устаешь на работе, а тут еще приходится за стариком ухаживать. Ты ничего. Я привыкшая. Да? А где ты работаешь? Налитей на механическом заводе. Там, где мама работала. Настя работала на заводе. Ага. Всю жизнь. А. Значит, она так институт и не закончила. Да какой там, блин, институт? Крановщицей она была. Платили гроши. Страшно вспомнить. Я без игрушек росла. Знаешь, я хочу тебе помочь. Может быть, тебе деньги нужно? Нет, нет, не надо. Не надо. Я вроде зарабатываю. Там с Костиком хватает. А Костик это? Внук мой. Правнук твой, значит. Ишь ты. Правнук. Да, Кирилл. Вер, доброй ночи. Прошу прощения за поздний звонок. Хотела читаться. Сегодня дал запрос во всем Орге. И за последние два месяца не было никого, кто совпадал бы по описанию с Леной. Ну, это уже хорошо. В полицейских сводках тоже не значится. А вы уверены, что Лена не вернулась в ваш городок? Нет, мама бы мне сказала. А если она не поехала к маме? У нее наверняка ведь там были подруги. Можно, конечно, туда съездить, но... Я могу только на выходных. Но если до выходных ничего не изменится, придется нам навестить ваши родные места. Хорошо, я запланирую поездку. А вот эта Лена. Явилась, не запылилась. Ну, что молчишь, где попадала? Устроила мне тут боевик с ментами. Надо было, вот уехала. Надо было. Надо было, уезжай. Ну, позвонить-то можно. Из-за тебя тут всех на уши поставили. Извини, так получилось. Извини. Ты ведь сама знаешь, я воздухом не питаюсь. Ну, что, сегодня здесь останусь? Нет. Что, головой, что ли, ударилась? Я сказала, нет. Ну, ты совсем оборзела. Ладно. Я не гордый. Тогда плати. Ты мне с августа должна, вот и считай. 30 тысяч дам. Ты что, смеешься, что ли? 30 тысяч. 30 тысяч. Эта квартира в месяц только стоит. Вот за месяц и дам. С 89-30. Остальное потом. Походу, это не Лена. Да, как хочешь, только это не она. Но, похоже, нет, не чиша. Иди. Если что, позвоним. Придет она. Обязательно придет. Наверняка по работе не получилось. Позавчера обещала. Ну, работает. Не может каждый день приходить. А где она работает? Да я толком не понял. Главное, что она меня простила. Большую не могу требовать. Не могу. Иван Григорьевич, я разговаривала с вашим врачом. Да. Консультировалась по поводу вашего сердца. Да. Он сказал, что вам поможет коронарное шунтирование. Операция. Это много денег понадобится. Но вы же теперь не один. Вот именно. Не могу все на себя тратить. Привет. Здрасте. Вы решили вернуться? Решила. Я понимаю, вы его не знали. Он вас не воспитывал, и своим дедом вы его не считаете. Но так нельзя. Иван, кто там? Да это опять по поводу деда. Так, что здесь происходит? Девушка, пожалуйста, перестаньте сюда ходить. У меня нет ничего общего с этим человеком. Извините, пожалуйста. А где Лариса? Какая Лариса? Я ничего не понимаю. Анастасия Забелина ваша мама? Да. Ну, хорошо, проходите. Пойдем. Он никак не мог решиться вам позвонить. А потом я нашла адрес. Он приехал, позвонил, дверь открыла некая Лариса. Наверное, он решил, что это его дочь. Кто? Лариса? Так это наша соседка из 10-й квартиры. Она меня здесь убирает раз в неделю. Среднего роста? Да. Шатенка такая. Да. Глаза голубые. Да. Точно? По-моему, да. Какая, вы сказали, квартира? Десятая. Спасибо. Вера! Вера, подождите! Я могу быть уверен, что сделка чистая, и что дедушка в своем уме и твердой памяти? Вы знаете, он все соображает. Просто наладом дышит. И перед смертью он хочет сделать доброе дело. Пожалуйста. Спасибо. Подпишите, пожалуйста, здесь и здесь. Иван Григорьевич, не подписывайте ничего. Простите, а вы, собственно, кто? Это вы лучше у Ларисы спросите. Она, собственно, кто? Как ваше имя, отчество Лариса? Какое тебе дело? Верочка, что случилось? Почему вы здесь? Вы сами уйдете или мне полицию вызвать и сообщить о незаконных сделках с имуществом? Я уйду сам. И прошу вас заметить, в никаких противоправных действиях я не участвовал. Подождите, что вы, блин, слушаете? Она вообще сиделка. Вера. Всего хорошего. Объясните, что это все значит? Слышь, что ты сюда пришла, а? Это наши семейные дела. Я все знаю, Лариса. Вызывайте скорую. Вот так. Он тогда просто струсил. Потом больше никогда не пытался нас найти. Да. Значит, ты его никогда не видела? Нет. А вот мама его действительно любила. Замуж так и не вышла. Зачем вы вообще сюда приехали? Хотите, чтобы я ему всю правду рассказала? И кому от этого будет лучше? Старику? Ага, давай. Потрепи ему нервы перед смертью. Только человек успокоился, порадовался, что нашел родную душу. Слышь, какая ему будет разница, кто будет с ним рядом? Да-да. А потом он вам квартиру отпишет, и вы тут же испарите. Ага. Так она государству достанется, или какой-нибудь чиновник ее прикарманит. Ой, слышь, мне эта квартира нужна, как воздух. Да по чему ты знаешь, что я его кину? Может, до смерти за ним ходить буду. Кому вы врете? Он для вас не человек даже. Так, жил площадь в Москве. Между прочим, за мошенничество вы можете сесть на срок от одного до трех лет. Ты что говоришь? Ты с ума сошла? Значит, ситуация такая. У дедушки был инфаркт, сейчас состояние его стабильное, но я думаю, что еще неделю он должен побыть у нас. А вы родственники? Нет, не родственники. Всего доброго. До свидания. Извините. Здрасте. Ну, как вы? Да я-то что, как там Лариса? Чего она не приходит? Иван Григорьевич. Дело в том, что... Да я все знал. Что? Ну, я же не слепой. Я видел, что она не моя дочь. Ну, когда она рассказывала своей матери, я понял, что она говорила не про Настю. А зачем я живу тогда? Хотелось верить, что... У меня есть близкий человек, которому я нужен. Возьми. Мы ты. Что-то, блин, я думала, скорая отъехала. Ингалятор не помогает. Скорой нет. Я не знаю, что делать. Астма? Да. Неси ты таз горячей водой. Тебя как зовут? Костя. Костя, Индик. Иди сюда. Ножки в сторону. Давай, как лошадки. Вот. Сейчас я тебе сделаю точечный массаж, и дышать станет легче. А где же это? Ну, а? Опускай дужки. Смотри на меня. Смотри на меня. Вот. Как раз это было. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Сколько дорогие. Батя, 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 с горячей водой будет. Да прожди, сними наушники. Ко мне. Иди ко мне, Тихо. Наспокойся. Спокойно. Иди сюда. Дай мне руку. Тихо, тихо, тихо. Все сейчас будет хорошо. Тихо, тихо. Дыши со мной. Как раз я тебе говорила, что ты не спала в наушниках. Лена могла умереть из своей музыки. Дыши со мной. Врачи говорят, тяжелая форма. Надо в Израиль ехать лечиться. А где денег-то возьму в Израиль? А где его мама с папой? Где-где? В Карагандии. Папа вообще не знает, кто мама Шева, дочурка моя. Уехала с новым Хахином. За границей никаких вестей. Как же вы одна справляетесь? Да вот так. Одна в трех работах. Скорая. Ну вот. Говорится. Иван Григорьевич. Здрасте. Здравствуй, Верочка. Принесла вам свежие фрукты. Иван Григорьевич. Так, бананы. Яблоки помыть надо. Иван Григорьевич, Лариса не сможет прийти. У нее мальчик сильно болен. Верочка, позвони, пожалуйста, нотариусу. Я хочу завершить начатое дело. Я хочу, чтобы моя квартира отошла Ларисе. И не только квартира. У меня есть некоторые сбережения. На первое время этого хватит на лечение. Позвони нотариусу. Пусть придет прямо сюда. Я хочу помочь этому мальчику. У меня тоже мог быть внук. Еще раз, чтобы не было недоразумений. Вы осознаете, что Лариса Викторовна Петрова не является вашей родственницей? Да. И что вы безвозмездно передаете ей в дар свою квартиру. А также генеральную доверенность на ваш счет в банке. Да. Подпишите. Здесь и здесь. Это вам. Пару недель займет на оформлении документов. Потом можете распоряжаться имуществом. Все хорошо. До свидания. Спасибо. Простите меня. У вас дома есть фотография на полке, где вы совсем молодой. Можно я возьму Костику, покажу? Какой у него прадедушка. Да. Спасибо. Извините, пожалуйста. Иван Григорьевич, к вам еще посетитель. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Степан. Ваш внук. Я тут фотографию вам принес. Я присяду. Это Настя. Да, это бабушка. Она пять лет тому назад умерла. А это мама моя, Елена. Можно я себе оставлю? Конечно. А Лена не захотела меня видеть. Она просто пока не готова к этому. Понимаю. Здорово. Садись, сейчас засчитаю. Ну что, мои люди пасут ее? Пока ничего. Она четко. Из дома на работу, с работы домой. Один раз в больницу ходила. Как обеговорились. Ну что, мы отрабатываем дальше? Да. Ты Ленку-то не знаешь? Если ей надо, она может долго под сестру кассет. Так что сидим на хвосте. Давай. Ну давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Понимаешь, мне подруга предложила браслет купить. Вот она. В светлом пальто. О ней говорили. Хороший вариант. Меня устраивает. Только все надо сделать через агентство официально. Будет сделано. Сегодня же заеду. Здравствуй, милая моя. Тут отличная погода. Я, как всегда, в делах. Пока приехать не смогу. Дел много. Кстати, я нашел для себя нужного человека. И скоро начну с ним работать. Угу. Хорошо. Доброе утро. Доброе. Я отпросилась на сегодня. Но до сих пор сомневаюсь. Нет, нет, нет. Мы должны съездить, чтобы больше не думать об этом. Попав в бедулю, я часто прячусь в родных местах. Ну, тогда поехали. Пристегивайтесь. Ехать будем быстро. Надо навестить знакомых Лены. Наверняка у нее была какая-нибудь лучшая подруга. Была. Но она вряд ли к ней обращалась. Но все-таки надо проверить. Тогда сейчас правее. У подруги было свое кафе. Скорее всего, она там. Здравствуй, Оксана. Вера. Ну, здравствуй. Может, мы присядем? Чего мы стоим-то? Да, конечно, садись. Можете зайти в квартиру. Только аккуратно. Чтоб было незаметно. Как выдвинемся, напишу. Так ты что же это, правда думала, что Ленка ко мне придет? Она ведь знает, что я Витьку не прощу. Увела у меня парня, а сама потом бросила. Дура. Ладно, тебе столько лет прошло. Да, прошло. А я до сих пор помню. Представляешь? Так что, если увижу, свое возьму. Не сомневайся. Стой. Нет. Ленка мне помогает искать. Так, знакомый. Помощник. Давай. Добрый день. Кирилл. Ну, здравствуй, Кирилл. Оксана. Извини, тебе не предлагают, ты за рулем. Я не по этой части. Оксана уже сказала, что Ленка к ней не приходил. Прекрасно. Но нам нужна конкретика. Ну, тогда спрашивай конкретно. Я так понял, у вас с Леной какая-то незаконченная история? Ну? Парня моего увела, лучшая подруга, все как полагается. И где он? Этот парень? Где он сейчас? Что, проблема с конкретикой? Где он? На выезде. Кладбище у нас, там он и лежит. Авария месяц назад. Валите отсюда, оба! Вера, стойте! Зачем ты пришел? Я же сказала, сама поговорю. Хотел помочь. Знаком сложнее задавать прямые вопросы. Теперь вы довольны? Это был единственный человек, к которому могла пойти Лена. А мама? Я же сказала, мама бы мне позвонила. А если Лена попросила маму мне звонить? Это ведь возможно? Вера! Милка, ты че такая? Слушай, как ты думаешь, так нормально? Да, нормально. А че такое? У нас там такой клиент сидит. Васильич, говори, что это переломный момент в нашей работе. Безусловно, мы предоставим вам тот уровень услуг, который вы ожидаете получить. Скажите, а ваша сотрудница сможет приступить к работе с завтрашнего дня? Конечно. Спасибо. А почему вы остановили свой выбор именно на вере Воробьевой? Яков Васильевич, мы просмотрели анкеты всех ваших сотрудниц, но остановились на ней. А подробности выбора, думаю, не так важны. Здравствуйте, мам. О, явилась. Мама. Мам, подожди, пожалуйста. Я же тебе уже сказала, что весь сестра может не приходить. Для меня у вас отдельно нет. Нет, все, нам нечем с тобой больше говорить. Мам, подожди, пожалуйста. Мам, подожди, пожалуйста. Мам, подожди, пожалуйста. Вот. Замерз тут, пока тебя ждал. А ты что, не на машине? Я не хотел светить, мало ли что. Ну да. Уверен, что все осмотрел? Я всю квартиру оплатил. Три часа на нее убил. Нет там тайников. Чистая она. Я тебе не за часы плачу. Мне нужен результат. А может, это вообще не она? Ты уверен? Черт. Ну, может, не она. Звучит музыка. Слушаю. Агентство сочувствия. Проходите. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. А где платье? Какое платье? Вы меня с кем-то путаете. Я Вера из агентства сочувствия пришла к больному. Кротов Андрей Николаевич. Здесь проживает такой? Андрей Кротов – это я. И мы с вами уже опаздываем. Куда? Какая вам разница? Я оплатил два месяца вашей работы. Вы сиделка, я больной. Вы должны сопровождать меня. Нет. Если вы больной, вы должны сидеть дома. Верочка. Вера. Вера. Просто вы не в курсе. Больные бывают разные. Лежачие, ходячие. И новый вид – мобильные больные. Человек, например, заболел, а его бизнес ждать не может. Вы зря тратите время и пытаетесь меня уболтать. Всего доброго. У меня третья стадия рака. Я должен успеть закончить дела. Не привык бросать начатое. А вы? Андрей Николаевич, извините, опаздываем. Выходим, Валер. Меньше всего я хотел вас не пугать. Поехали. Приятно, что я в вас не ошибся. Я вообще прекрасно устроился. Дома, если что, мне поможет врач. А в остальных случаях мне нужны вы. Сегодня как раз остальной случай. Что должна делать? Вести себя естественно и непринужденно. Моим партнерам, в общем, не обязательно знать, что я вожу с собой сиделку. Вот здесь все лекарства, ампулы и шприцы. Если вдруг что. Остановите, пожалуйста, машину. Я вам не подхожу. Я не имею права делать уколы и ставить капельницу. У меня нет специального медицинского образования. Остановите, пожалуйста, машину. Не имеете права или не умеете? Я умею, но я... Валера, поехали, поехали. Значит, если понадобится, сделайте мне укол. А если что-то случится? Что плохого со мной может случиться? Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь? Мы идем в ресторан. Нам нужны платья, туфли и прочее. Вы можете пока присесть. Пойдемте. У вас есть что-нибудь более закрытое? Ну что вы. Вам очень идет. Это вообще не мое. Давайте что-нибудь другое попробуем. Ну, может быть, мы вначале узнаем мнение вашего мужчины? Это не мой мужчина. Ну вот. Считайте, это разновидность униформы, вот и все. Как вы считаете? Очень идет. Я не хочу. Вера, не спорьте с больными. Они капризны и мстительны. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Спасибо. Что-нибудь еще? Стакан кипятка и лимон, пожалуйста. Хорошо. Даме лосось в устричном суббосе и ваш фирменный десерт. И бокал очень сухого шампанского. Мне зеленый чай и красная вина. Хорошо. Ну что? В общем, как я и говорил, наш ролик будет рассчитан на аудиторию от 15 до 25 лет. Кто эти люди? Основные ассоциации. Здоровье, молодость, активный образ жизни. Короче, вся жизнь впереди. Борис Аннатольевич. Можно просто Борис. Борис, а не пошли бы вы в баню? Простите, в каком смысле? Идти в баню русское эдематическое выражение. Используется для того, чтобы дать понять собеседнику, что в дальнейшем с ним общении нет ни малейшего смысла. Как и в его присутствии. Я надеюсь, вы понимаете, что вы сейчас делаете? Конечно. Ваш товар фуфу. Я сдавал его на экспертизу. И только что на телефон мне пришло сообщение с результатами экспертизы. Состав, указанный на упаковке, не соответствует действительности. Это энерджайзер. Закамуфлированный под напиток здоровья. Не ваше дело знать, что внутри упаковки. Ваше дело рекламировать саму упаковку. Так никто не работает. Я работаю только так. Ну что ж. Ничего страшного. Рекламщиков сейчас много. Найдем других. Не утруждайтесь, я заплачу. Удачи. До свидания. Быстро вы проводите переговоры. С какого-то момента я начал ценить свое время. Так, я понимаю, мы можем идти? Ни в коем случае. Вам же еще не принесли лосось. Хорошо, только за себя я буду платить сама. Нет. Я вас пригласил, я вам заказал этот бруд. Если теперь вы советы заплатите, я буду чувствовать себя идиотом. Я всегда за все плачу сама. Я почему-то так и думал. Это рекорд даже для Москвы не может. Лосось столько стоит. Действительно, это же недорада какая. Слушайте, вы развлекаетесь так? Платье, прическа, ресторан. Зачем это все нужно? Вы так сражаетесь со всем миром или только со мной? Пожалуйста. Вам больно? Честно говоря, могло быть и лучше. Извините, пожалуйста. Да? Помогите. Пожалуйста, сюда присаживайтесь. Черт. Никак не могу привыкнуть к этой боли. Поляра, чемоданчик в машине. Поляра. Пятерка. Вам пятерка. Прекрасно получилось. На комнате тренировались. Надо в больницу ехать. Ну зачем? Лежать, страдать и думать о том, что не успел сделать в жизни? Нет. Лучше домой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Лена? Ленка, ты где? Не молчи, пожалуйста. Скажи что-нибудь. Я просто хочу знать, как ты. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Алла Сергеевна, здравствуйте. Это я, Вера. Как у вас дела? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я тут подумала, может у вас хлеб закончился? Нет. А молоко? Можно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здравствуйте. А вы колец Сергеевне? Да. Я... Нет, я уже... Нет, я раньше хотел. Здравствуйте, Верочка. О, Иннокентий Павлович, какой-то ядный сюрприз. Проходите. Да не бойся ты, Верочка. Проходите, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам очень клятся этот шарик? А это... Это не я. Это я... Я не планировал шарик. Это в магазине была акция. Вот это вам. Спасибо. Незаменимые в хозяйстве вещи. Вот это вот тоже вам. Ну, Иннокентий Павлович, дорогой вы мой, ну вы же так совершенно разоретесь. Нет. Ну, это просто духи. Спасибо. Я пойду. Всего доброго. Нет, ну как же так? Ну давайте хотя бы чаю. Нет, нет, нет. Я... Мне пора. До свидания, Алла Сергеевна. До свидания. До свидания. До свидания, дорогая Иннокентий Павлович. Хороший поклон. Вот ни разу дальше этого коврика не переступил. Ой, Господи. Чего они нынче все такие нерешительные? Ну что? С польскими сестры по-прежнему не важно? Нет. Ну что бы вы хотели, Верочка? Старые обиды и беды, они ведь сразу не отпускают. Ну вы же не виноваты, что ваша сестра пропала. Мне всегда казалось, что мама любит ее больше. Ленка об этом знает и пользуется. Ей нужна была моя помощь, а я была занята своими проблемами. Вот она и пропала. Нет, ну это просто случайность, это случайное совпадение. Я тогда чуть ли с ума не сошла. И только одна мысль крутилась у меня в голове. И это она тоже сделала специально, чтобы разрушить мою жизнь. Вера, а вы ведь не сделали главного. Вы ее не простили. Нет, это я не могу. Так, все, хватит. Вы в прошлый раз бежали, а я договорилась с доктором Михальчуковым. Вы идете к нему? Нет, нет, нет. А у тебя? Нет, ну давайте без возражений, иначе мне придется отвести вас за руку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик. Свет, быстро не думая. Быстро! Зачем? Понятно, ночные кошмары, улетенное состояние, отчужденность, гордыня, тяжелые утраты, потеря надежды. Может, хватит? Страх перемен, ты ничего не хочешь менять, правильно? Как там? Лошадь можно привезти куда по и нельзя заставить ее пить. Я выпишу, тебе говорю, гомеопатия. Я выпишу, но не в этом дело. Спасибо, я пойду. Я прав. Не хочешь ты ничего менять. А? Тебе же нравится страдать, мучиться. Нравится? Нравится, я вижу, и жить боишься. Боишься жить? Слушайте, я вам не лошадь. Это я уже понял. Пустоет! Гомеопатия. И мои рекомендации. Хорошо. Дома будешь считать. Хорошо. 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 Вы посещение таких мероприятий не считаете пустой отраты времени? К сожалению, это мероприятие напрямую влияет на бизнес. Спасибо, я на работе не пью. Вам здесь не комфортно? Если честно, да. А вы как себя чувствуете? А шампанское, кстати, нельзя? А я и не пью. Это так ли антуража? Я отойду? Все в порядке? Я скоро. Вера? Ты? Ольга. Валентина. Здравствуйте. А ты как здесь? Игорь говорил, тебя чуть ли не в клинике держат. Если в клиниках так одевают. Там много чего рассказывать. Я действительно была в клинике. Но потом... Ты так неожиданно ушла из банка. Игорь так и не смог объяснить причину. Почему? Может, не все хотел говорить? Игорь Владимирович сам не все знает. В любом случае, я вижу, что у тебя все хорошо. Где ты теперь? В каком-нибудь коммерсбанке? Конкуренты платят больше? Можно и так сказать. Извините, меня ждут. Вера. Вера. Дорогой. Смотри, кого я встретила. Ваша незаменимая Вера. Как говорится, из клиники на бал. Да, вижу. Здравствуй, Вера. Добрый вечер. Настоящий сюрприз, не правда ли? Да, действительно, очень неожиданно. Я, честно говоря, тоже не ожидала, что здесь окажусь. До свидания. Смотри, как похорошела в этой клинике. А клиника, случайно, не в Италии? Где-нибудь в Сардинии? Я не знаю, как она здесь оказалась. Мне сказали, у нее нервный срыв. Нам прислали справку, на основании которой мы ее увольняли. Добрый вечер. Русский конкурент. Здравствуй, как дела? Все хорошо. Все может быть. Она нас слишком много знала. Я видел ее в зале с Андреем Кротовым. А кто это? Это крупнейшая рекламная компания Москвы. Пятнадцать процентов рынка. Ну и как они пересекаются с нашим банком? С нашим никак. А вот с Коммерсбанком у них многолетний контракт. Складно, говоришь. А я почему-то не верю. Ладно. Время покажет, с какой стороны нам эта вера приходится. У вас все в порядке? Выглядите бледно. Голова разболелась немножко. Все в порядке. Мне нужно поговорить с человеком. Скоро едем. Вера, нам нужно поговорить. Нам не о чем разговаривать. Кроме того, я занята. Я вижу, кем ты занята. Удачный выбор. Богат, не женат. Это из-за него ты устроила весь этот маскарад с клиника, а? Не проще ли было сказать правду? Еще одно слово про клинику, и я за себя не отвечаю. Вообще не твое дело, кем я занята. У тебя вон жена по залу разгуливает. О ней не беспокойся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Андрей Николаевич, к вам Вера. Вера, доброе утро. Да вы раздевайтесь, у меня тут пикник. Присоединяйтесь. Нет, спасибо. Я уже позавтракала. Я на секундочку. Как вы себя чувствуете? Бестактный вопрос. А вы зачем пришли? Сегодня же у вас выходной. Я принесла платье и деньги за ужин. Раз. Вера, вы унику. И что я буду делать с этими платьями, а? Валера, Валера! Тогда поверишь, а? А вы что, так всегда проводите выходные? Примерно. А когда вы последний раз ничего не делали? В смысле? Не понял. Валяли дурака. Бездельничали. Да у меня на это нет времени. Любопытная мысль. Хорошо. Давайте мы сегодня с вами побездельничаем. Я научу вас валять дурака. Ну, ладно. Давай. Так же. Давай. Отлично, так, в интернете написано, ноги на шевне, плеч, чуть согнуты, и наклониться надо, наклониться надо. Что значит в интернете, что кататься не нужно? Пока нет. Можно же упасть. Это все знают, а то, что можно и не падать, а обычно умалчивать. На коньках надо ехать, написано, надо ехать, а не шагать. Так, давайте хотя бы попробуем. Так, отталкивать, известно, весь переноситель. Да вы сами переносите. Я переношу. Вы в порядке? А вы еще не хотели защиту одевать? Да, вы прекрасны. Все-таки это так здорово иногда болят дурака. Спасибо. Я бы никогда не подумала, что вы больны. Потому что веду себя так, как будто вся жизнь перенесла. Извините, я не должна была. Не будь и хаджу, Вера. Я знаю, что меня ждет. Знаете, мне даже любопытно. Я вообще считаю любопыстро одним из самых замечательных человеческих качеств. Попробуйте еще. Я не могу больше. А я могу. Любопытно, например, почему такая молодая, симпатичная барышня ведет себя так, как будто жизнь у нее уже кончилась. Все, вы взяли. Вижу. Вы боитесь жить. Не хотите принять мир таким, каким он есть? Сражаетесь с ним. Зачем? А вот мне тоже любопытно. Почему такой умный, успешный мужчина вынужден бездельничать с сиделкой? Почему рядом с ним нет ни одного близкого человека? Мне нечего сказать. Жена умерла пять лет назад. Дождь живет в Америке. Я со мной дома стоял. Ну, и сейчас-то она могла приехать. Она в курсе? Зачем ей беспокоиться? Я зарабатывал деньги, чтобы она жила в удовольствии. А у моей болезни ничего приятного нет. Я считаю, она имеет право знать. Это время мы могли провести вместе. Моя девочка не любит волноваться. И я. И я сделаю все, чтобы ей не о чем было беспокоиться. Вы понимаете, что это ужасно? Нельзя жить только не себя. Так она превратится в монстра. Я просил бы выбирать выражение. Что? Я просил бы вас выбирать выражение. Она вам за такую заботу спасибо не скажет. Мне уже пора. Да, я вас понимаю. Мы с вами, да, обсудим все это. Обязательно. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, как договаривались. Добрый день. Я сочувствую. Поспеть. Да. Здравствуйте. Работница приедет в сутки отчаяния полтора часа. Как выходные? Никогда не говоришь, как проводишь их. Эти выходные я провела с клиентом. Заказ на внеурочные часы? Нет, это было бесплатно. Мы просто общались, катались на коньках. Личную жизнь устраиваешь? Нет, ничего личного. Я просто сопровождала больного. Больного? Никогда не видела, чтобы Анка больной катался на коньках. Тебе не кажется, что этот мужик просто пытается тебя склеить? А болит придумал. Добрый день. А кто здесь Вера Воробьева? Ну, что я тебе говорила? Вера. Цветы мне? Туфли, платье. Теперь цветы. Или они тоже нужны по работе? Я не понимаю. Зато я понимаю. Ужин в ресторане. Прогулки в парке. Теперь вы мне будете цветы на работу присылать. Вы это серьезно? Вам смешно? А мне нет. Вы понимаете, что меня могут выгнать с работы, по подозрению Бог знает в чем? Вера, подождите. Вы мне очень симпатичны, но на моей ситуации вряд ли я имею права. А цветы я вам не дарил. Простите. Не догадался. А кто тогда дарил? Там обычно бывает открытка. Вера, вы полны загадок. Извините. Но говорила. Забудьте. Проходите. Кстати, у меня есть новость. Какая? Прилетает Полина, моя дочь. Я ее вызвал. А как же комфорт? Я сейчас много переосмыслюю. В том числе, понятие о комфорте. Вы ей скажете? Посмотрим. Ну, во всяком случае, она в курсе, что у меня некоторые проблемы со здоровьем. Так что завтра мы все вместе идем на концерт. Пожалуйста. Только не говорите опять про вечернее платье. Вера, здравствуйте. Прошу прощения за задержку. Колесо спустило, пришлось менять. Мы же не опаздываем? Нет, Андрей Николаевич вас ждет к пяти. Прошу прощения за задержку. Детки нет. Скорая не едет. Я знаю. Ну, кто? Я, Вера, привет. Вы что, сюда развлекаться пришли? Я сиделка. Андрей меня ждет. Так, вот. Так войско его нанял. Пошла вон отсюда! Он меня нанял, он меня и уволит. Иди сюда. Держи крепко. Смотри, чтобы язык не завалился. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Это эпилептический припадок. Такое бывает. Иди сюда. При раке мозга. Что ты сказал? Рак мозга? Да, Полина. У твоего папы рак мозга. Я операбельный. У него осталось очень много времени. Что ты не делаешь? Открой. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, 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 все. Субтитры делал DimaTorzok Да. Вы хотели меня видеть? Да, проходи, садись. Ты мне объясни, Воробьёва, что ты за человек такой, а? То тебя благодарностями заваливают, то теперь клиенты жалуются. Точнее, дочь клиента. Она была не в курсе особенностей моей работы. Знаешь, мне как-то плевать, была она, не была. Вообще, благодаря Богу, что ему стало лучше, его перевели из реанимации. Только не вздумай его навещать. Дочь Кротова категорически запретила любые посещения. А это её не касается. Она слишком любит себя, чтоб понимать, что нужно её отцу. Зато это касается меня. Она в суд грозилась подать. А оно мне надо? Да. А вы в курсе, что он умирает? И что ему уже ничего не поможет? И единственное, что ему важно, чтобы рядом были неравнодушные люди. Неужели это непонятно? В конце концов, он вам за это деньги платит. Пожета, в первую очередь, интересует. А ты не находишь, что это тоже важно? Папочка. Я должен был сказать раньше. Да что ты, ну не переживай. Всё хорошо. Я хочу поговорить с Верой. Пап. Мне надо поговорить. Хорошо. Я тогда подожду в коридоре. Только не говорите, чтоб пришли вернуть платье. Нет. Я пришла сказать вам спасибо. Ну, здрасте. Вы что? Плакать тут собрались. Мелодрама не ваш жанр. Я вот хотела спросить. А почему вы тогда выбрали именно меня? Хотел бы сказать, что он увидел вас и влюбился с первого взгляда. Но буду честен. Это произошло только с третьего взгляда. Может, даже с четвёртого. Вашим лицам было что-то такое. Это странно объяснить. Вы были не здесь. Где-то далеко. Я тоже всё куда-то бежал. Чего-то ждал. А жить начал совсем недавно. Когда узнал, что скоро выйду. Вера, смерти нет. Смерти нет. Если рядом есть близкие люди. М Asa. Она никогда не много. Можешь. Она была неожиданна. Я была. Они не могут быть. Та-та-та-та. КОНЕЦ 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 Ваше заявление по факту воровства денег с карточки было отработано. Сейчас мы с вами посмотрим видео с камер наблюдения. Вот видите, половина третьего. Вот скажите, для чего вы написали заявление, если сами снимали деньги? Я прошу прощения. Наверное, забыла. У меня такое бывает. Дай бланк. Напишите теперь, пожалуйста, заявление. О том, что с вами такое бывает. Здравствуйте. Здравствуйте. Чай пьете? Что случилось? Слушайте, ну у меня неожиданные новости. Кто-то снял все деньги с моей карты. Я тогда была в клинике. Сегодня в банке мне показали запись с камеры видеонаблюдения. И? И это была Лена. Там видно, как она подходит и снимает всю наличность. Интересный расклад. У меня есть два варианта. Либо ее заставили это сделать, либо она сама сбежала, прихватив ваши деньги. Нет, я не думаю, что она сама. Она не знала пин-кода, и ей явно кто-то помогал. Вера, поверьте, узнать пин-код сегодня не проблема. Лена, думаю, справилась бы. Там была не очень большая сумма. Лена, конечно, была неуравновешенной, но... Из-за таких денег не стала бы сбегать. Вам еще предстоит узнать кое-что о ней. Ну что, как? С этой работой все нервы потеряешь. Что такое? Дедуля опять? Трелигию. Все семейство подключилось. Сначала жалобы писали, теперь уговаривают вернуться. Дед отказывается принимать процедуры. Пока я не вернусь. Я бы вернулась. А вдруг он опять доставать меня начнет? Мы все совершаем ошибки. И все надеемся, что нам их простят. Даже ты? Даже я. Ладно. Куда я без него? Пойду обрадую деда силуэтом своей фигуры. Привет. Так, Вера, для тебя новая занятка. Старушка только что из больницы. Необходим курс уколов. Ты, кстати, на курсы медсестер ходишь? Уже закончила. Поздравляю. А то старушки бывают дюжевредные. Можешь сертификат попросить. Да я понял. Вера, подожди. Когда-нибудь ты оставишь меня в покое? Ну, поставь себя на мое место. Ты можешь считать меня сволочью, но тебе необходимо объясниться. В чем и перед кем я должна объясняться? Ну, хотя бы перед представителем правления банка, в котором ты работала. Представитель правления банка, в котором я работала, получил справку из клиники и ни разу не удосужился проведать свою сотрудницу. Я приезжал. Мне сказали, что тебе месяц нельзя никого видеть, что ты для твоего же блага. Слушай, Игорь, между нами все кончено? Не так? Давай не будем мучать друг друга. Я сейчас работаю совсем в другой сфере, мне нравится. Я не хочу вспоминать прошлую жизнь. До свидания. Вот, видишь, сколько врачи уколов-то. Они выписывали. У тебя рука легкая. Пока никто не жаловался. Ой, слава богу. А то боюсь. Я в магазин список взяла. Что-то надо еще? А что ты блузку такую дорогую надела? Ну, новая же. Ну, что ее по магазинам затаскивать? Ну, она только одна влажная, остальные даже не высохли. Ну, пойди, что-нибудь в шкафу поищи. Ну, что мне, самой в шкафу тебе больной одежду искать? Хорошо. А, бабуля, а можно я к тебе заниматься пойду? Ну, посиди там, Саня, ну, пожалуйста. Мне так нравится смотреть, как ты учишься. Врачом будет. Когда я болела, каждый день меня навещала. Тебе прям в восторге от тебя были. Да? Привет, Риш. Нормально. А у тебя? Все. Ой, я не почувствовала ничего. Переживаю я за нее. Экзамены на носу. Она все по телефону болтает. Ты в школе как училась? Золотая медаль. Федь, а по химии? Проблем не было. Подтяни нашу Катюшку по химии. А мы тебе заплатим. Нет, я не могу. Почему? Я не преподаватель. Ну, преподавателя у нас и денег нет. Видишь, как мы живем. Очень надо девочке в институт поступить. Не откажи точку, а? Хорошо. Попробуем вместе разобраться. Не поздновато ли мы едем? Где в такое время могла работать Лена? Потерпите. Скоро увидите сами. Это что? Ночной клуб? Здесь часто бывало, Лена? Ну, да уж. Судя по всему, веселенькое заведение. Мужчины здесь часто ищут девушек для приятного времяпрепровождения. А девушки охотятся солидными мужчинами. В надежде получить хорошего спонсора. Вы намекаете на то, что... Лена тоже занималась охотой. Вы откуда это знаете? Есть легкий способ проверить. Шагнуть вон за ту дверь. Вы предлагаете мне? Поймите, Лена дружила. Можно даже сказать, работала с известным в местных кругах сводником по имени Села. Он за процент помогает девушкам завести нужные знакомства. Он хорошо знает Лену, он знает ее друзей. Если бы вы пообщались с ним в роли Лены. Это исключено. Ага, я уже пришла. А ты где именно меня ждешь? Ну, проход-то открыт? Ага. Окей. Саша, значит? Ну, привет, Саша. Привет, Катя, значит. А откуда ты мой номер домашний узнал? Твоя бабушка же лежала в гастроэнтерологии, а там домашний номер узнать никаких проблем. Ну, и чего звонил? Я рассказ написал. И главная героиня, ты ее прототип. Хотел показать. Ты же меня совсем не знаешь. Добрый день. Здравствуйте, Вадим Сергеевич. Добрый день. Ну, точно голубки. Что вы сказали? А, я говорю, добился своего парня. Молодец. Кто? Саша-то? Это, значит, я такая? Лживая, грубая и злая? Да нет, ты героиня. Как тебе объяснить? В ней уживаются две натуры. Две личности. Офигеть, я еще и двуличная. Понимаешь, многие люди показывают только свою одну сторону, а вторую прячь, даже от тебя. Ты что, больной, да? Да. Да пошел ты. Придурок. Кать, подожди, Кать. Кать! Саша! Привет. Ну, как ты сегодня? Лучше всех. Молодцом. Что врачи сказали? Ты же был у них? Слушай, врачи сказали, нужен второй курс химиотерапии. Через пару недель. А пока мы можем забрать тебя домой. Домой? Зачем домой? Чтобы начать шепотом со мной разговаривать? Кружить приторной заботой? Саша. Лучше я здесь. Я такой же, как все. Илья, гидроксидный натрий, она форма какая? Натрий, кислород. Как обозначается? А0-НО. И натрий ОН. Содержащегося в 50 граммах раствора. Какой это тип реакции? Замещение? Нет. Ну, не знаю, может это... Можешь уравнять эту реакцию, исходя из валентности элементов? Ну да. Мы вроде проходили это в школе. Зачем мы теряем время? Тебе это совершенно не нужно. А кто вам это сказал? Сама вижу. Ты что, собралась поступать в медицинский, потому что бабушка так хочет? А вы из этих, да, из правильных, тоже учить меня будете. Как надо жить, как не надо. Тошнит уже. Я просто хочу помочь. Ты сама чем хочешь заниматься? А вы за меня не волнуйтесь. По поводу своих желаний я сама разберусь. Ты далеко? Да, мам, я... Светку надо подменить, она заболела. Светку. Светкой. Ага. 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 Бабуль, я на курсе. Верочка, вы задержитесь, у меня тут какое-то покраснение от уколов. Давно у вас покраснение? Нет у меня никакого покраснения. Садитесь. Я хотела поговорить с вами о Катюше. Нет, она не все рассказывает, а вы ей по возрасту ближе. Я хотела вот узнать, нет ли у нее мальчиков каких или, может, какие-то новые знакомства. Даже если бы мне Катя что-то рассказала, я бы не стала вам передавать. Вы меня удивляете, Вера. Я думала, вы взрослее и умнее. А вы полагаете, рассказывать чужие секреты это признак ума? Ну, подождем, когда у вас будут собственные дети. Неужели вы никогда ни о ком не заботились? У меня есть сестра. Значит, вы понимаете. Если бы для вашей сестры нужно было бы переступить через себя, вы бы это сделали? Ради сестры я на многое готова. Вот и я готова показаться перед вами невоспитанным человеком. Реже бы узнали кто-нибудь о Катюже, потому что я боюсь за нее. Нет, она мне ничего не рассказывала про мальчиков. Но и учеба ее тоже пока не интересует. Учеба это ничего. Учеба это мы нагоним, это поправим. Лишь бы она глупости каких-нибудь натворила. Лишь бы она гернутой какой-нибудь не облеглась. Ну, вы мне расскажете, если она очень смолтанет. Я пойду. До свидания. До свидания. Что, тогда он был? Да мне училку наняли по химии. Привет. 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 Приходите заниматься, чтобы бабка не доставала. Смотри, не перезанимайся. А то мозги начнут на голову изнутри давить. Алло, Кирилл? Это я, Вера. Я тут подумала. Кирилл, вы меня слышите? Я согласна. Поехали в клуб. Продолжение следует. Продолжение следует. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасьте. Здрасьте. А вас не узнают. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что? Честно? Ну? У меня сейчас полное ощущение, что со мной в машине едет не Вера, а Лена. В смысле? Вы же её не видели. Ну, да. Ну, я имею ввиду, что, наверное, она выглядела так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СЕБИ ОКОЛО 40 ЛЕТ. Он почти лысый, с бородкой. Ну, ничего. Надеюсь, он сам вас узнает и подойдёт. Вы давно не беспокоились. Видите себя? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПРНЕХ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНОК Наша умная, правильная репетиторша. Мы с тобой потом поговорим, не сейчас. А прикид у вас зачетный. Запошки классные. Куртка от пацаны. Я здесь по одному очень важному делу. Я все понимаю. Личная жизнь есть у каждого. Вы ведь все люди. О, пришла моя красавица. Ты скучала по мне? Да, очень скучала. Пойдем, поговорим спокойно. Заходи. Что-нибудь будешь? Да. Леночка, Лена. Что у тебя нового? Что у тебя нового? Даже не знаю, что говорить. Новостей особых нет. Нет, конечно. А что у тебя с тем банкиром? С каким банкиром? Последний раз я тебя с ним знакомил. Странный такой тип. Еще говорил, что твою сестру знает. Сестру мою знает? Лена, я тебя не узнаю. Я не Лена. Что? В смысле? Я не Лена, я Вера. Какая еще Вера? Лена, ты чего? Вера, та самая сестра, с которой знаком ваш банкир. Так вы это что, близнецу? Да. Лена пропала, я ее ищу. Ну, зачем тогда вы себя за нею выдавали? Хотела проверить, имеете ли вы отношение к ее исчезновению. Послушайте. У нас с Леной были отличные отношения. Назовите как хотите, дружеские, деловые, но я бы ее никогда не подставил. Я этим не кормлюсь. Расскажите про этого банкира. Это очень важно. Вообще-то я не люблю много говорить. Но ради Лены. Вы же понимаете, что он может знать, где она. Я плохо помню подробности. Тогда много выпил. Он подошел ко мне, представился Матвеем. Ему лет сорок, сорок пять. Среднего роста, умный такой взгляд. Сказал, хочет познакомиться с Леной. Ну, что, видел ее, в курсе, что я с ней общаюсь. Я позвал Ленку. Мы сели за столик, выпили еще. Они познакомились, говорили о чем-то, я уже не помню. Короче, был пьян. Но про сестру, это я запомнил точно. Была такая фраза. Еще подумал, интересно было бы познакомиться с сестренкой Леной. Ну, сам все слышал. Значит, она точно не в курсе. Физкульт, привет. Ты че такое говоришь, а? Ты че орешь на меня, а? Он сам на выборах. Я тебе говорю, иди отсюда. Сама и взяла, Хордова. Вали давай, я бы тебя не говорю. Ты не понимали, что это? Фестивальный 17. Поехали. Сама и сестрел. Продолжение следует... Добрый день, Вера Сергеевна. Мы очень рады вас видеть. Здравствуй, Катя. Здравствуйте, Нина. Верочка, вы проходите, я тут пирог пеку, сейчас чай будем пить. Хорошо. Катя, то, что мы вчера встретились в клубе, это было недоразумение. Все нормально, не парьтесь. Я вас даже заважала после этого. Такой же человек, как и все. Тоже любите оторваться. Следи, пожалуйста, за выражениями. А что, в угол меня поставите или бабушке моей расскажете, где я время провожу? Ну да, это в вашем стиле. Днем вы правильнее, а ночью можно во все тяжкие. Мне нужно было туда прийти по одному очень важному делу. Ну да. А дело-то было в штанах. Так, разговор не получается. Давай проверять домашнее задание. Ты выписала химические свойства сероводорода? Давай вместе. Вер, ой, боже мой, я же совсем забыла. Что случилось? Да я же послезавтра уезжаю на месяц. Столько продуктов. Еще тащила все это, бедняжка. Куда уезжаете-то? Раздевайся, проходи. Все расскажу. Слушай, Мишаня дальше на выходные отдает. Ну, поехали, зависть не может. На два дня бабка точно не отпустит. С этими экзаменами. Не знаю, придумаешь что-нибудь. Ну, я две недели уже без нормальной жизни. С твоими ягоди, я забуду уже скоро. А давай съездим куда-нибудь? Ну, например, в Суздаль. А что, я там ни разу не была. Говорят, там классно. Слово-то какое страшное. Суздаль. Я вообще-то серьезно. Я хочу что-то новое увидеть, мир посмотреть. Вообще-то это лучше, чем торчать. Конечно, я для себя все уже увидел. А если не хватает чего-то, то давай до свидания. Думаешь, я не уйду? Ну, уйдешь, прибежишь. Не таких обламывал. Хоть меньше малолетка какая-то, мозг управляет. Смотри! Вернешься, а место занято уже будет. Смотри, сам не прибеги! Рассказываю. Ты помнишь, Иннокентия Павловича? Но я его еще все, не решив снести, обвиняла. Очень приятный мужчина. Приходит, приглашаю, говорит, вас в романтическое путешествие ко мне на родину в Одессу. Достает коробочку и протягивает со словами. Алла Сергеевна, я прошу вашей руки. А там это кольцо лишало. Какая красота. Я за вас так рада, Алла Сергеевна. Спасибо, Илья Ильич. Вера. А Алла Сергеевна не выжила из УМА? Нет, почему? Это же так хорошо, когда кто-то рядом. Это правда. Вот неделю назад я бы не поверила, что могу пойти на такую, ну, можно сказать, авантюру. Я бы отказалась. Ну, вот иногда, Вера, так важно быть решительной и смелой. Жизнь одна. Я абсолютно с вами согласна, Алла Сергеевна. Я тоже только недавно поняла, как важно ценить каждую минуту жизни. Каждого человека. Правильно, Вера, правильно. Вот тебе надо заняться личной жизнью. Алло, Катя? Привет. Что делаешь? Да так. Извини меня за прошлый раз. Да, я покорящилась. И знаешь, я хочу опять прочитать рассказ. Хорошее место, но не уверена, понравится ли тебе здесь. Пока мне все нравится. Давай сюда присядем. Здесь тихо, спокойно. Можно почитать. Что будешь есть? Не знаю. Картошку приедешь. Давай я тебе закажу. Тебе понравится мой выбор. Она давно уже должна быть дома. Мам, ты придет, куда она оденется? Совсем не точно плевать. Только так я могу гарантировать, что Руслана не посадит. Лидия, этот парень, извините. Его доказали в обещании. Ну, где съемку с... Алло. Здравствуйте. Это подготовительные курсы? Скажите, а занятия давно уже закончились? Полчаса. Ну, все, скоро дом будет. Простите, простите, минуточку. Скажите, а Екатерина Чистакова давно ушла? Не скажете? Как? Спасибо, извините. Она никогда не ходила на эти курсы. Вообще никогда, ни разу. Ты правда в это веришь? Во что? Ну, в то, что светло побеждает Тема. И в то, что человек может правдой справиться. Верю. И ты веришь? Почему ты мне позвонила? Просто так. Абонент не отвечает или временно недоступен? Значит, она врала нам, но зачем? Люсенька, это Марина Ивановна. Скажи, пожалуйста, а Катюша к тебе не звонила, не заходила? Извини, детка. Ну, куда она могла деться? Ты меня спрашиваешь? Нет, это я тебя должна спросить. Ты мать. Ну, мам, ну я же думала, она на курсе. Ты думала, когда родила от первого встречного, ты тоже думала? Это я. Я во всем виновата. Я тебя упустила, Катюшу я. Не отдам, Катюшу я. Держи шапку. Спасибо. Ты что-то про отца рассказывала? Да, про отца я вообще ничего не знаю. Бабка досталась со своей заботы, а мама так, не рыбни мясо. А у меня мама умерла три года назад. Отца жалко одного оставлять. У тебя поэтому голова бритая? Боишься? Конечно, боюсь, я же не псих. Мама, мне пора, а то улетит. Я тебе позвоню. Когда домой придешь, из окна выгляни, чтобы я знал, что все хорошо. Нас на курсах затяжали. Я хотела позвонить на мобильник. Что еще собрешь? Ты не была на этих курсах ни разу. Где ты шляешься вечера? Не твое дело. Ты лучше скажи, где ты ходишь. Ты как с матерью разговариваешь? Господи, на кого ты похожа? На себя. Значит так, с сегодняшнего дня ты никуда из дома не выходишь. И вот по этому телефону ты звонить больше не будешь. И сними, пожалуйста, эту шапку. Не сниму. Ты думаешь, бабушка всегда будет добрая? А знаешь, что я сейчас могу сделать? Я вот сейчас пойду, вот этого вот мальчика, с которым ты целовалась там в машине, я его сейчас засажу за растление малолетних. Растление малолетних? Да, я такая. А еще я пью и курю. Да, и в институт я поступать не собиралась. Катя, доченька, ну зачем ты на себя наговариваешь? А ты? Ты думаешь, что лучше меня? Жмешься по углам женатым мужиком. Где мой отец? Да ты совсем изобралась. Я здесь не останусь. Пойди, догони ее. Господи, ну неужели ты не понимаешь, что это ты виновата на все? Если бы ты занималась мной в свое время, я бы замуж вышла, у меня бы семья нормальная была, она бы не убежала сейчас, понимаешь? Поехали, отец. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это мы с родителями на Селигере. Через год мама умерла. А когда ты узнал, что болен? Два года назад, когда поступал в литературный, прошел конкурс, сдал первый экзамен. Пришел домой, поднялась температура. Но я подумал, перенервничал, а через два дня слег. Так и не успел поступить. Ты обязательно поступишь. Ты очень талантливый и сильный. Знаешь, в какой-то момент я совсем потерял надежду. Анализы не улучшались. Врачи отводили глаза. Меня одна девочка вытащила. Одиннадцатилетняя. Она лежала в соседнем боксе, и все отделение знало, что она скоро умрет. Папа привез мне ноутбук, и я решил отдать его ей. Зашел к ней в палату, а она лежит. Кожа просвечивается, а она улыбается. и говорит, когда я вырасту, я тебе тоже компьютер подарю. И знаешь, я понял, раз она так верит в жизнь, то почему я распустился? Ну, я взял себя в руки, прошел курс химии, и что-то начало меняться. А та девочка выжила? Только не вздумай меня жалеть, пожалуйста. Никогда не была в Одессе. Говоря, там красиво. Хотя, знаешь, ни один город не заменит мне Москву. А за что вы ее так любите? Здесь прошла моя молодость. Это ничем не заменить. Извините. Да, я слушаю. Бера, это Нина, мама Кати. Вы извините, что так поздно. Просто у нас Катя сбежала. Я подумала, может быть, она вам звонила? Нет. А что случилось? Давно она ушла? Час назад. Я не знаю, что делать. Может быть, надо в полицию идти или еще подождать. Маме плохо стало. Скорую вызвали? Ну, отказываются категорически. Боится, что в больницу ее опять заберут. Да, хорошо, я еду. Такси возьму. Мне ехать надо. Здрасте. Здрасте. Марина Ивановна. Вера. Как вы? Вера, ее нужно найти. Она сказала ужасные вещи. Вы не волнуйтесь. Вам нельзя волноваться. Я постараюсь ее найти. Куда она могла? Господи, только бы с ней ничего не случилось. Только бы с ней ничего не случилось. Вам надо поспать. Катя умная девочка. Она обязательно найдется. Вера. Раз. Два. Вера. Я скорая. Вера. Вера. Мы узнали, что Катя, оказывается, ни на какие курсы не ходила ни разу. И еще она влюбилась в кого-то, в какого-то мальчика и встречается с ним. У вас есть телефон этого мальчика? Как его зовут? Ну, она оставила свой телефон, когда убежала, но его, кажется, Саша зовут. Мы звоним, и он трубку не берет. Давайте телефон этого Саши. Я напишу ему сообщение. Надеюсь, он мне призвонит. Саша, ты чего меня стесняешься? Да. А я? Да не надо, не будем об этом. Мне все равно, что у тебя было до меня. Кто у тебя был? Главное, что ты сейчас со мной. Такого не было и вообще... Все, что было до этого, была пошлость и глупость. Давай я в магазин съезжу за продуктами на ужин. А давай я с тобой. Отдыхай. Я один съезжу. Алло, Вера, это Саша. Вы мне написали. Во. А как вы здесь оказались? Саша, это ты ее привез? Кать, Вера хочет поговорить с тобой. Она хочет тебе помочь. Мне помощь не нужна. Я взрослый человек, сама разберусь. Катя. Кать, моя сестра говорила точно так же. И что? При чем тут ваша сестра? Я ее искала в ночном клубе, когда мы встретились. Она любила там отдыхать. И что с ней теперь? Я не знаю, она пропала. Как пропала? Вот так. Я не знаю, что случилось, но понимаю, что она попала в беду. Кать. Вернись, пожалуйста, домой. Мама с бабушкой очень волнуются. Я туда не вернусь. Они запретили мне с Сашей общаться. Мы так ничего, просто поцеловались, а бабушка его хотела в врастление обвинить. Вот какого они обо мне мнения. Мне такие родственники не нужны. Я согласна, они не правы. Я обещаю с ними поговорить. Кать, придет время, и ты поймешь, что жить без родных очень трудно. Я нашла ее. Слава Богу. Как Марина Ивановна? Я хочу с ней поговорить. Она не спустит, ждет. Катя. Марина Ивановна, это я. Верочка. Она нашлась. Я так испугалась. Вер. Катя очень хорошая девочка. Вы будете ей гордиться. Просто нужно немножко подождать. Где она? Она здесь. Она в машине. У Саши. А что они там делают? Он очень хороший мальчик. И он ей нравится. И он сильно болен. А Кате хочет за ним ухаживать. Вы же хотели, чтобы она стала врачом? Да. Ну, это лучший стимул, чтобы учиться. А что-то мне не верится. Вам придется поверить, если вы не хотите ее потерять. Ну, пусть дружит. Катя обещала ходить на курсы. Сейчас она действительно хочет стать настоящим врачом. Ну, пусть дружит. Верочка, а ты меня не обманываешь? Да я вас не обманываю. Ну, спасибо тебе, Верочка. Спасибо. Работает в агентстве по уходу. Живет на съемной квартире. Близких отношений ни с кем не имеет. Ведет скромный образ жизни. Общается с неким Кириллом Сатыгином. Он помогает ей с поиском пропавшей сестры-близнеца Елены. Сестры-близнеца? Вы уверены? Кстати, Вера часто выдает себя за сестру. Еще она недавно потеряла ребенка. Она была беременна. Беременна? Ну, кто отец, неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин